Редкие творческие люди могут похвастаться браком длиной в десятилетия. Расставание звездных пар – одна из основных тем светской хроники. Кто-то из знаменитостей разводится тихо, а кто-то скандально рвет отношения, обвиняя партнера во всех смертных грехах и судясь за каждую тарелку. Давайте узнаем, какие знаменитости заявили о расставании в первой половине этого года. Алена Хмельницкая и Александр Синюшин Красавица Алена Хмельницкая никогда не была обделена мужским вниманием. 20 лет в браке с Тиграном Киасаяном, человеком творческим, но воспитанным в патриархальных армянских традициях, сформировали у нее особый взгляд на семью. После развода она сохранила теплые отношения с бывшим мужем, но в одиночестве долго не оставалась. Ее новым избранником стал бизнесмен Александр Синюшин. Он был младше Алены на 13 лет, так и не дошел с ней до ЗАГСа, но их роман оказался на редкость продолжительным. Пара была вместе 8 лет и избегала публичности. Своё расставание они тоже скрыли от прессы. Только в недавнем интервью Хмельницкая призналась, что рассталась с Александром еще в 2022-м и сейчас одинока. Так же, как в случае с бывшим мужем, актриса отзывается о Синюшине исключительно положительно. Устраивать личную жизнь снова она не торопится. Старшая дочь недавно подарила ей внука. Алена с головой ушла в новые эмоции и радостные хлопоты. Тимур Соловьев и Анна Башмет Ведущий программы «Доброе утро!» Тимур Соловьев стал выходным папой. Так он сам себя назвал в конце февраля 2024 года, когда стало известно о его разводе с Анной Башмет. Когда-то супруги часто выкладывали фото в соцсети, производя впечатление безумно красивой и счастливой пары. В 2021-м они стали родителями чудесной дочки, которую назвали необычным именем Сияна. Однако брак это не спасло. Он продержался всего три года. И Тимур, и Анна не распространяются о подробностях развода. Известно лишь то, что малышка осталась с матерью. О новых отношениях бывшие супруги тоже не делятся информацией. Хотя Соловьев признался, что уже нашел новую любовь. Интересно, что в ноябре прошлого года пресса уже подозревала его в связи с другой женщиной. На одном из мероприятий ведущий появился в сопровождении бывшей солистки Тату Юлии Волковой. Нюша и Игорь Сивов Отношения Нюши с предпринимателем Игорем Сивовым несколько раз порождали громкие сенсации. Само их начало оказалось скандальным. Ради звезды Игорь ушел от первой жены Алены. Которая, между прочим, родила ему двоих сыновей. Нюша тоже подарила избраннику двоих малышей – девочку и мальчика. Оба раза роды проходили в престижных заграничных клиниках. Сначала в Майами, затем в Дубае. И имели неоднозначные последствия. Своих детей Нюша назвала необычными именами, которые подверглись критике – Серафима Симба и Сафрон. Но ее личная жизнь за закрытыми дверями оказалась не менее скандальной. Как уже после развода певица призналась в интервью, муж не отличался верностью и изменял ей, пока она носила под сердцем их второго ребенка. В конце концов, Нюша устала терпеть такое положение и подала на развод. Их брак просуществовал семь лет. Том Круз и Эльсина Хайрова В новогодние праздники отечественную прессу взорвали слухи о том, что кумир миллионов Том Круз закрутил роман с русской светской львицей. Папарацци заметили его в сопровождении Эльсины Хайровой – дамы из высших российских кругов. Ее отец Ренат Хайров успел поработать в Государственной Думе, а бывший муж Дмитрия Цветков – олигарх, владеющий крупным ювелирным бизнесом. От брака с ним Эльсине остались сын с дочерью. Они-то и стали причиной, из-за которой роман с Крузом закончился так же быстро, как и начался. Обе знаменитости молчат о подробностях, однако таблоиды Великобритании – Эльсина имеет британское гражданство и живет в Лондоне – утверждают, что пара объявила расставание именно после знакомства с детьми, а 25-летняя разница в возрасте совершенно ни при чем. Виктория Боня и Руслан Гасанов После расставания с сыном ирландского миллиардера Алексом Смёрфитом, бывшая участница «Дома-2» все чаще мелькает в провокационных новостях. То делает странные заявления о коронавирусе, то пытается поймать хайп на слухах о неудачной пластике. Личная жизнь Бонни действительно кипела, однако ее романы были непродолжительными. Последнее с бизнесменом Русланом Гасановым тоже недавно подошел к концу. Поклонники Инстадива увидели в этом предсказуемое развитие событий. Предприниматель не только был младше на 13 лет Виктории, но еще и женат. Со своей супругой Таисией он формально не развелся. Виктория же не слишком расстроилась. В соцсетях она намекнула, что в одиночестве не осталось. Натали Портман и Бенджамин Мильпье Долгие годы Натали Портман оставалась хорошей девочкой Голливуда, а ее многолетний брак с Бенджамином Мильпье образцово-показательным. Активистка, вегетарианка, талантливая актриса, владеющая шестью языками, пыталась завести отношения с коллегами и музыкантами, но это быстро сходило на нет. Во время работы над нашумевшей драмой «Черный лебедь» Натали вплотную соприкоснулась с балетным миром и познакомилась с танцором Нью-Йоркского театра Бенджамином Мильпье. Их роман перерос в нечто серьезное. Незадолго до нового 2011 года пара объявила о помолвке. Через полгода Портман родила сына Алифа. А еще через год состоялась свадьба. В 2017 году у супругов появилась дочка, названная Амалией. Ангельская внешность актрисы и ее известный всем перфекционизм заставил многих поверить, что уж этот брак продержится долгие годы и станет образцом верности, любви и взаимной поддержки. Однако реальность в очередной раз доказала, что в мире нет ничего идеального. В 2023 пресса поймала Мильпье целующимся с молодой эко-активисткой Камиле Тьен. Портман не стала мириться с изменой супруга и, естественно, подала на развод. В феврале 2024 судебный процесс по этому делу завершился, подведя черту под 11 совместными годами жизни. Супруги приложили все усилия для того, чтобы их разрыв прошел максимально безболезненно для детей. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайки!